Музыка Переставка, место выбрано, замечательно, вот первая реакция зрителей, что удача, удача и прям соответствие. Расскажите, как пришла идея именно этого места, кто помог и какие планы дальше с этой усадьбой? Ну, эту усадьбу мы знали давно, мы еще здесь были с Татьяной Трубниковой, когда здесь были голые стены, кирпич вот здесь усыпалось, ну, может быть, лет 10 назад. Место сразу понравилось, вот именно своим колоритом, своим строением, что сохранилось какое-то древнее хотя бы здание, потому что сейчас, знаете, где в Москве вся современная коробочка, эти там прямоугольные, они, конечно, не дают той энергетике, которая будет заложена в сторону с нашими предками, потому что, в принципе, в древности использовалась пядевая система, я так предполагаю, что построение этого здания также еще сохранились пядевые пропорции, поэтому вот здесь мы чувствуем себя немножко более комфортно, чем в обычных современных зданиях. И, соответственно, буквально вот пару лет назад это здание было окончательно представлено, стало функционировать, и мы всегда имели в виду, что как только будет возможность, мы здесь обязательно что-то проведем. И как только мы были готовы и сложились все обстоятельства, мы провели здесь наше первое мероприятие, надеясь, что оно будет не последним, может быть, какие-то мероприятия станут традиционными. Скажите, сочетание картин и ремесел, вот оно беспроигрышное, да? Вот почему всегда нужно соединять в фестивалях, в форумах все виды культуры русской? Дело в том, что картина – это образ, который неоживший, а мастера, которые дают детям какое-то искусство, или какое-то мастерство, они передают образы, энергетические передают. Потому что когда мы делаем что-то своими руками, мы оживляем образы, которые написаны в картинках. То есть поэтому, скажем так, картина – это образ, который надо осуществить. Поэтому мастерство, мастер-классы, как мы по-современному называем, какие-то ремесла – это оживление наших образов. Это как мы же, как творцы, мы дети богов. Поэтому мы должны творить. Это наше самое главное отличие. Мы творцы. Поэтому мы должны что-то уметь сотворять. Поэтому мастерство, которое придается детям, ремесел, оно таким образом позволяет оживить образы и воплотить их своими руками. И вот там начинается путь восхождения к совершенству, когда мы научимся творить в этом мире. Поэтому мы сами становимся творцами, сами становимся маленькими богами. Вы давно сотрудничаете с фондом, с центром ремесел Славича? Очень хорошо у них получается работа с детьми. Получилось так, что раньше центр Славича был непосредственно структурным подразделением фонда. Мы много лет его вели, но так как потом у нас уже не хватило возможностей, мы просто передали этот центр ребятам, которые сейчас успешно ведет его. И мы постоянно с ними сотрудничаем. Это, можно сказать, наши близкие партнеры. То есть все мастера, это одни из лучших мастеров вообще, наверное, в своем роде, в Москве, в России? Одни из самых лучших, потому что мы, естественно, вот, например, Александра Большакова, мы его специально вызвали из Костромской губернии, если так сказать, в области. Он там живет, где-то 750 километров от всего. Потом живет в деревне, и мы просто специально позвали, чтобы он мог поделиться своим образом видения, как он это режет в дерево, показать, рассказать. Поэтому, да, мастера собираются, они не сидят в Москве, многие просто специально приглашают с разных частей нашей России. Ну, то есть фонд имеет вообще какое-то, аккумулирует знания и связь всех людей, кто интересуется... Фонд, да, мы стараемся отслеживать все, что происходит в нашей, так сказать, области и сотрудничаем со всеми, кто пытается вернуть образы Древней Руси в современный мир. Это и художники, это и мастера, это и люди песенного жанра. Да, у нас сегодня был Борисов, например, гусляр, он сам научился делать гусли, поет, играет. То есть мы тоже пригласили. Как его зовут? Владимир Борисов. Да, у него есть своя мастерская, он автор многих песен, очень талантливый человек. Да, очень понравилось. Вот, жалко, что он не смог побольше поиграть, но... Тем не менее, тоже, это также, значит, люди, которые восстанавливают какие-то народные промыслы тоже. Тот, кто восстанавливает языковые образы, например, там, буквицу восстанавливает. То есть весь спектр, весь спектр нашей культуры. Мы входим в контакт с такими людьми и пытаемся как-то сотрудничать, находить новые формы взаимодействия и пропагандировать нашу культуру. Издаем книги, опять же, чтобы люди просто знали, что эта культура была, что она прекрасна, что ее нужно поддерживать, что это именно... Эта культура является нашей корневой культурой, нашего народа. Участие в выставке – это большой почет, и художники прямо с удовольствием привозят свои работы, приезжают из разных городов России. У вас уже сложились хорошие отношения, да, со всеми, кто представлен здесь? Да, конечно, мы, потому что не один год сотрудничаем, и у нас в флобе существует издательство «Вородович». Потому что мы много лет назад начали печатать картины художника, например, Иванова. Еще ни одно издательство его не печатало. Когда он приходил, как мне рассказывали, к Академию художеств, ему сказали, ну, как бы, ты не умеешь рисовать, и что-то рисуешь, как-то ренду, и какая-то нестандартная, вообще-то, рисование у тебя. И его даже не приняли из художников. И благодаря тому, что мы сотрудничаем с Медведем Юрием Михайловичем, мы вот сдали альбом персональный Иванов, и сдали несколько альбомов маленьких. И таким образом, с течением нескольких лет Иванов стал настолько популярным, что сейчас он уже и в Швейцарии наставляется, и во Франции. Вородов представлял нашу страну как директор культуры России. То есть, он занял достойное место. И таким образом, конечно, у нас очень теплые дружеские отношения со всеми художниками, потому что мы их поддерживаем и пропагандируем людей. Книги и альбомы, которые вы издаёте, какие тиражи, какая вас требовала? Скажите, уже люди любят это и покупают это? Ну, нет, конечно, тот, кто интересуется нашей культурой, это любит и покупает. Но, конечно же, в целом, мы имеем такую экономическую ситуацию в России. И в целом, вообще, книжное дело, оно как бы немножко сокращается в отношении к прошлым годам. Но по современным, так сказать, размерам, если сказать, бизнеса, да, торговли, мы издаём там тысячными тиражами, и, в принципе, это пользуется спросом. Ну, конечно, это не бульварная литература, это берут люди, понимающие и ценящие нашу культуру. То есть это берут прежде всего те, кто хочет передать детям прекрасные образы в нашей Древней Руси. Те берут прежде всего. Ну, в этом смысле, наверное, так важны такие вот форумы общие, да, как фестивали, как выставки, как... Конечно, обязательно, потому что мы таким образом можем позвать людей и воочию побеседовать с художником. Это очень важно, почувствовать энергетику человека, увидеть, кто он, откуда он, как он настроится на него. Это очень важно. Плюс не забывайте, когда мы собираемся все вместе, мы усиливаемся, наше поле усиливается и происходит такой эфир мультипликации, когда, если два человека собрались, то усиливается в десятки раз сила культуры, ну, сила энергии. Соответственно, когда мы здесь собираемся, то мы оказываем достаточно большое влияние на информационное поле, информационное пространство. Поэтому это очень важно периодически делать и напоминать, что существуют такие прекрасные картины, образы, пропагандируются. Субтитры создавал DimaTorzok